Доброе утро, друзья! Сегодня у нас 24 марта. А что это значит? Это значит заканчивается рассылка моих материалов. Закончились перевесные ленты. Это мне фотографию в виде коллажа прислал один из моих покупателей. Это мои черенки, это мои учебные литературы, назовем в данном случае брошюры. То есть брошюры я себе отдал 200 рублей. Я бы не сказал, что дорого, если учесть, что их можно дарить вместо никому не нужных сувениров. Не знаю, что подарить на день рождения, на 8 марта, на 23 февраля. А от садоводов самое ценное, это вот эти черенки. Ну и вынужден сказать, что все. Через неделю две лавочка закроется. Иначе вы будете рисковать уже. Особенно южный район. На севере еще можно весь апрель. Северяне могут оказываться еще весь апрель. Там снег еще не думал таять. Вот такая история. Почему я начался с этого? Ну есть еще Сергей Железов. Где-то он у меня тут продает. Где-то он у меня тут продает. А, вот он. А это в саду Сергея Железова. Я сейчас противопоставлю. В реальности фальш. Вот это один из его покупателей, держит яблоко, которое выросло прямо в питомнике. Ничего хорошего там нет. Одно, в общем, двухлетки. Друглетки уже переростки. Они дают мощный рост, видите. Вот. Это сентябрь. Это уже, кажется, второй год. На нем уже висело в полнота. Третий год уже лишний. А крупные питомники продают, чем крупнее, тем дороже. Хотя шансов у них, наоборот, вырасти очень мало. Вот, пожалуйста, пример. Единственный питомник, скорее всего, еще никто это не перенял. Это значит, что смотрит на юг. Вот эта вот меточка. Она потом смоется. Не опасная. Вот. И она же показывает, где у нас корневая шейка. Не дай бог заглубить. Вот, допустим, заглубить. Это абрикос. Вот, видите. Вот это учебный фильм. Хотя, немножко название не про учебу, а про пространение моих материалов по России за пределы. Вот, допустим, закопали вот там, где вот эта леточка. Леточка это... А, это самое. Это узелок на память. Это название сорта. Вот так вот закопали. Через год-два саленс-три мертв. Об этом не знает вся Россия. И никто эти метки не делал. Вот. Ну, слава идет. Оставился уже не забык. Вот. Ну, а противоположную картину. Ну, кстати. Малиновое дерево. Вот. Дерево не... Малина, а кусты двухлетние. А тут дерево. Получается, что она будет 3, 5, 10, где-то относится. Вот. А люди этого не знают. Вот вам еще выброшены 298 рублей. Реоритетная малина. Ну, если бы... Я бы еще понял, ну, зачем было нарисовать огромное дерево с плодами размером с яблоком? Ну, зачем нарисовать? Купятся люди. Это у нас принято. Ну, вот это все я рассказывал, показывал. Как мало Абрикосов Академик фотографий на всей планете. Часть из них занимают мои и Латинкова. Мое, Латинкова, Латинкова. Мое, мое. Вот. Ну, и еще пониже тоже. А остальные уже пошли другие сорта. Да. То есть, приходится им воровать мои фотографии для того, чтобы доказать людям, что в них есть крупноплодный Абрикос. Вот. Почему это горькая правда? Вот свежее объявление. Оно появилось на днях в Авито. Значит, расположен этот адрес в 10 километрах от меня. Вот. Это что там написано? Продается нежирный перчик. Вот. Ну, поросить перчик и нежирный у нас сложно. Можно, но сложно. В первую крыти где-то был. Где-то должен быть целый сад их, чтобы продавать сами. Целый сад. Ну, то же 2-3 под снег спрятать. Или в картонной коробке. Смотрите. Сколько сайтов, сколько питомников претендует на эту фотографию. Видели? Вот. Называют его по-разному. Вот он перчик Бельмонтова. Вот. Продается в интернет-магазинах в основном. Купить саженец в Хасавюрте. Хасавюрте даже это самая горная, 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 горная. Это у нас Северный Кавказ. Это Чечня. Тысяча 70 рублей. Значит, вероятность, что его вырастили в 10 км от меня. Вот он в Ялте. Но в Ялте я бы еще поверил. Что в дом? Подмосковье вранье. Глазово вранье, 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 вранье. Вот. Вот это вот масштабы вранья. Почему я об этом говорю? Другое в том, что есть настоящие санкции. Есть настоящие черенки. Кстати, надо проверить, идет ли запись. Ага, запись идет. Вот. И тогда давайте пойдем все подряд. Вот. Я уже это вам показывал, рассказывал. Вот отсюда начал сегодняшний разговор. Это мои черенки. А это сюда вот пока. Компинск. Вот. Компинск. Компинск. Один из тех, кого пройдет время, назовут выдающимся. Это еще часть его фотографии. Далеко не все. Уникальный садовоз. Он называет меня учителем. Хотя, по-моему, ему пора уже выступать. С этими докладами выступать. С лекциями. Перед суденцами. Даже перед преподавателями. Вот. Ну, так как часть этих фотографий потеряла мою, значит, я выставил эти фотографии у себя в особой папке. Вот. Так же расходится по стороне. Уникальный садовоз. Компинск. Уникальный садовоз. Вот. Вот. Вот они какие. Мезина, Брянск. Значит. Вот пять месяцев назад забирал дочь из роддом. В это время вехал ко мне в садин с Персика Хасанского от Железного Сергея. Спасибо. Дело в том, что я здесь ликвидировал фотографию. Неудобно было. В предыдущем фильме я показывал. Там Персик вот этот самый. Вот получается, что Персик, как бы сказать-то, только... А может быть, я сейчас верну ее. Сейчас. Во. Во, я вернул. Это мне неудобно было. Ну, чем-то раз показывать. Но в том разе не было вот этого, что... Он как-то упомянул, что дочь, ровесница... Его... Его дочь ровесница Персика. То есть, они по годке... Ну, а уже прошел еще год. И вот этот Персик стал заменитым на всю Россию. Получается, это было обездано благодаря мне. Благодаря Сергею уже Лизова, моему сыну. Вот. Так что, вот такие дела, братцы. Везете к нам на Колумбу. Нет ключевых к нам. Чтобы мне морды не тыкали, чтобы у меня жара. Это Таблицу я показывал. Мне раз, мне два. Это моя гордость. Кто-то в лесу когда-то Курдюлов раздобыл у... У Байкова Галины Николаевны. Тогда она была директором Госавтоиспытательной станции. Кандидат науки и прочее, прочее. И мой друг по совместительству. Вот такие у меня друзья, видите? Вот вам потом сами, смотрите, вот так показываю. Мне неудобно несколько раз показывал. Я надеюсь, цифры видны хорошо. Цифры видны хорошо. Даже вот так сделаем. А вдруг на телефоне кто-то захочет разглядеть. Вот это. Вот это. Между часть. Нет, давайте вот так вот. Как видите, я себе в Аканусе. В Саногорске, Майне, Челевушке. И, наконец, в Красноярске. Разницы вы большой не заметите. К примеру, немножко выделяется. Челябинску потеплее. А так, Новосибирск, Красноярск, Абакан. В Саногорске разница не принципиальная. Ну и далее, значит, еще просто на всякий случай. Обратите внимание на температуру на высоте 10 метров. Вы убедитесь, что... Вот она, видите? Вот на высоте 10 метров. На 3 земных метров, на 3 летних. И вы убедитесь, что это сказка, что чем выше, тем теплее. Это моим охотом. Мешие люди собрались, вы собрались, ребята, смотреть. Только что же у нас ребята в рюкзаках, то есть других регионах. А вот это и расходится по другим регионам. Если бы мы видим, есть папка с этими... Как их назвать? Плюгавые, дебильные саженцы. Это невероятный ужас. Знаете, что? Опять отвлекусь. Нет. Сегодня у нас 24-го, 22-го вебинар. Я там покажу. Уже в Новосибирске 17 марта уже продавали... 3 февраля, марта. Продавали саженцы, плодовые деревья, которые уже распустили листья. У них даже на коробках написано. Хранить при температуре 0-2, 0-2. А они так и стоят в тёплых этих магазинах. Распустились. И всё. И что самое интересное, мне прислали ролик с Новосибирск. Люди берут. Берут. Люди ничего в этом не понимают. А у моих фильмов мало просмотренных. Не получается всю Россию убедить, чтобы вот эта подлая продажа... Чтобы у людей не отнимали последние деньги. Садовод, ещё раз говорю. Ребята, садовод – это не профессия. Это диагноз. Поняли? И так как люди больны садоводством, люди больны садоводством. Поэтому они берут то, что обречено насмерть. Вот эта Кузнецова вырастила из косточек. Сорт мой личный. Получила вот это чудо. Одно чудо. Одно чудо. Вот. Снова Кузнецова. Я не удержусь, потому что... Ну, ладно, что она компьютерская, что она создала мой сайт. Потому что меня расстреляя, я всё равно не смогу сайт создать. А она смогла. Мой сайт – это её работа. И теперь посмотрите, что если у человека нормальная голова, то она наблюдательна. Тем, кто... Ну, она теперь, правда, у нас уже не Кузнецова, а Карташова. Ну, вот, с чем я и поздравляю. Ну, ладно. Тем, кто пытается определить культурность сельцев полистов, у меня такое определение не работает. Это у неё. Например, у дерева с самыми крупными вкусными плодами, есть небольшие гладкие, вытянутые формы. А у дерева с крупными, округлыми, широкими, бархатистыми на ощупь листов плоды красивые, ремяные, но мелкие, с лёгкой, гусинкой после пуси. Это снова Кузнецова. Вот видите, каких учеников растет. А? Видели? Владимир Белякин. Кстати, мы с вами сих пор на фотографии, это седьмая серия, мы сих пор на фотографии не видели. Это я к тому, что они лежали в заске, и не пойдут по России. А? Ой, что творится в этой России. Вот. Что творится. Апорт он на Тинске. Приехал в 18-го года, население в Сибирке 17-го года. То есть у меня вначале семечки выписали в Сибирке. На следующий год привели Апорт он. и смотрите внимательно. Вот что хотите, оно все равно меняется. Вот скажите мне, что я завезу. Узнаешь, что это? Я скажу, нет. Опять изменился. Ну что это такое? Вот. Ну ничего страшного в этом нет. Я считаю. Ну что это такое? Безобразие. Безобразие. Это безобразие. Это. Каждый день зарубленал. Вот. Я уже несколько разных алматинских. Впервые познакомился. Смотрю фойе нашего это цеха управления на Саинском алюминиевом заводе. Лежит несколько, стоит несколько мешков с яблоками. И человек там торгует. с маленькими весами. Килограммами. Откуда? Тогда у нас яблок своих не было. Был период такой. Вот. Откуда? Оттуда. Вот этого. Солнаты. Как называется? Порт Малатинский. А там был Порт Малатинский, который я вывестил, раздобыл Севеноку Байковой. У директора Восантоиспитательной станции в Субботино. Вот был другой. Потом аппорт, который привел Солнаты, мой друг Чернобаев. Вот. Я получил третий вариант. Вот так и живем. Но. Как вы думаете, обиделся на меня, что аппорт на аппорт не похож? Или не похож, только на один из всех вариантов. От меня, черники. Так. На Ильейская прививка 2020 года на яблоко из леса. Ну-ка, это что такое? Это вообще слива. Так, ладно. Лесная красавица привита на ладу. Сувенир Востока привык на желтую сливу. Красавская область берем на Ботино. То, что я сразу вижу, это уже ужасенило. А это беру уже а это лесная красавица. Правильно? Вот. Это я гладил ладу еще раз. Тут, правда, не по порядку получилось. За Ильейская лесная сувенир. Итак, наоборот, значит, получается. Это сувенир. Это лесная красавица. Это за Ильейская. Знаете, чем хорошо за Ильейская? Царство Небесное Боднера Борисович, он когда был жив, вот, и он мне рассказывал такую историю. Вот такую историю. Набиваем яблоки погреб, и пока мы за Ильейской не сидим, другим яблоком мы не прикасаемся. Вот такое его нет живых, зато я еще живой. вот переехала туда переехала на Ильейская Наготина. И выдающий сорт это сувенир Востокров переехала Наготина. Выдающий сорт лесная красавица. Вот. Знаете, как лесная красавица любит притворяться, даже передуряться. На одних подвоях. Вот как здесь скромная и крупная. парши не парши боится, парши нежновато. Она просто там действительно сыра, ей трудно приходится, леса начинает болеть и тогда покрывается паршой. А в других местах, особенно там, где чистые, где редкие дожди, где, казалось бы, и делать тоже нечего. Все-таки поливать же надо, тут дождей вырастает 300-400 грамм. Красоты необыкновенная. Вкус изумительнейший. Вот такие дела. Доброе время суток. Персик после полива. Персик после полива стали наливаться. до созревания флодов. Чья работа? Откуда это? Кстати, от-за того раз, что человек не стал сам делать. Какой глупо сделать. Помните фотографию, где нижние скелетные нижние листья у персика высаживаются вот так вот. Вот. Вот это фотография. Это тоже персик. Нормально я считаю повторительной формы для того если отдаётся чтобы вот он неубиваемый вот будет минус 50 ведь не погибнет. Сергей Ростовской области Лесов из Косочек. Спасибо за ваш сторону. Вот пожалуйста. Ну правда Ростовской области там полегче но всё-таки я считаю это тоже достижение. Будем захватывать юг. Пусть скромнее персик. Пусть захватывать юг Валерия Константиновна Здравствуйте пишет Анатолий Сегодня у нас праздник и полная мечта едим с арбикос веселиво от лисеркоса выдержали на 47 градусов нижче. О себе огромное благодарю за ваши косточки сельхоз учёные говорили абрикосы не будут расти в те расководств А у меня после такой зимы 47 на севере области ещё и плодоносили при водоработке вспышивает просто абрикосов полтора метра до лета Анатолий минус 47 Абрикосы пили только Абрикосы перед домом я сел плоды не смог не остановиться съели поздравляю за 9 кероскорбуст А это что-то такое это то ли Кандауру то ли всё ещё Анатолий ну ладно всё равно поздравляю значит у него ещё и что-то похожее на слива имеется в мессе Ханты Мансис комментарии вот это пишет ко мне обращается но где-то это не прям ко мне а где-то это комментарии выставлены и так Ханты Мансис и так Алла Валерий Константинович Владом углекоса выращенных из ваших санкций и косточек заметьте это те которые не сослали казачок кстати Ханты Массис переполярный округ это для тех кто плохо тройка про географии так 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 она говорит про косточки а как проверить мы общаемся с Кандауровым он ничего мне хоть что-то выписал это гражданин Кандауров официально к вам обращаюсь если вы посмотрите этот фильм лица к вам обратиться все зубое из косточек или еще таки сиренков или даже из санкций понимаете вот вы потрясли здесь написано из санкций и косточек хотелось больше без косточек хотя шансов меньше чем из санкций академик красавец жандель милитон вот это вот самое маленькое это жандель если кто-то будет ей брезговать я вам скажу выйди садовон подробнее я говорю так это наверное основы вот так это наверное основы а приколь жандель милитополь отшел издавал значит он соберет ну скорее это в точно косточек но она уже от еще не говорят друзья вы же помните что жандель я уже показывал других садов еще одна жандель и не похожий ни на мою ни на тех которые другие садов у него есть опылитель папа или даже как бы прирост в случае опылителя второе второе родитель да или что интересно просто кто-то его слегка опылил и все равно эти свойства переноси дерева пусть это антинаука но это давно уже опроверг это просто мои оппоненты здесь просылаются на публикации чуть-чуть 19 век что кстати очень обидно абрикоса можно это уже поприличнее да у него даже носик небольшой есть но он потерял ярко-красную окраску за эти годы пока двигался по стране вот результат ну это то есть кандауров выращивают персики потому что это я уже знаете откуда взял это прямо с ролика вот а здесь значит написано просто персик антинастические выращивают южные но это опять кандаура вот пожалуйста еще смотрите ну персики я понимаю хасанские естественно вот кстати персик пышный прямо я вижу это или небольшая теплица судя по размеру вот или ну так маленькая теплица как все называют я уже сам выходовые слова начинаю забывать или или большой парник или маленькая теплица вот так скажем вот ну что я скажу в хантомастическом еще полноценные дыри выросли а вот герой нашего рассказа уникальный человек кстати вы понимаете что вот была бы физиономистика это когда определяют по этому по физиономии извините товарищу контролю извините на выражение по вашей физиономии можно определить ваш характер вот это значит что глядя на вас можно сказать этот если вы будете продавать или продаете санкции у этого человека тупки не будет поняли вот что такое честное лицо порядочного человека Владимирская область Юрий Польский район село Аполли Николай Склокин ребята мы еще половину не прошли здравствуйте Железовой перед вами результат прошлогодней пересылки надеюсь вы не забыли про меня и по возносу прошло вы посылаете заказ этого года то есть чек не услугался вот его первые пересыки от Железова поняли да и еще подавай вот так да 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 сейчас посмотрим к чему это вот видимо это не мое я таких советов не помню именно такого названия посмотрим что здесь написано а мы еще и укрупним чтобы даже на телефонах было видно вот Наташа Нугарева Вишня гибнет интересно про Вишню дать побольше вы знаете до этого и вебинара 220 нет Господи какой мне по счету вебинар будет в общем 200 какой-то вебинар он будет понедельник следите за веселой книгой моего сайта вот и который раз уже говорил мы с Вишней гибируем своими руками вот поэтому кто же это включал а это уже мой ответ да ненужная неуверенная смертельная обрезка первая причина массовой гибели деградация близко родственная встреча вторая вот и нужна свежая кровь то есть отсюда Сибирь где вишни наши не болеют и не гибнут несмотря ни на кем народ так это было я так понял что где-то здесь где-то здесь была переписка в виде комментариев Тамара уважаемый Великолюч обязательно делитесь опытом активного жизни и бодрости души и просто ты такие плоды давать не будут они любят вас как и вы это есть энергия ладно спасибо Тамара за поделись с этими пожеланиями а так по короткой диетах жалко тема не сегодняшняя деградация в комфорту знаете я готовил очередной семена так а супер специалист свободный Латинкович улыбай отдельный фильм фильм рассудан вот теперь так мои клоны в виде веточек переехали к Юре Латинкову он безвременно погиб я не считаю что он нуля он погиб и получилось что пока он уже он присылает мне фильм а я здесь с экрана вот этот снимал кто здесь написан фильм он снимал я не виноват клон королевского черенок повышен от меня клон монетобы черенок получил от меня клон академика ну где он видел у него свой академик причем такой роскошный а то что от меня получился привил еще один вариант получили крышу сносит что это такое и каждый раз новый новый а вот я специально для противопоставления вот его академия вот такой академия получился когда он привил его у себя ну что общего ничего перед этим наблюдаться существует а смотрите глаза специалисты ну смотрите глаза существует абрикос дар небес я его получил с Волги кажется от этого от свирина царства его небес какие люди уходят а ну как вы знаете что они по свирину ой да вот дар небес как видите он не просто вырастил это уже вполне здорово сформировавшись седем Серафим Железов еще один вариант ну вот пожалуй это как мы врали слегка приживается сибиряки вы увидели у царства небес Юрия Латинкова в саду еще один коллаж кто-то получил от меня посылку с кузочками вот с этой книги сервис кстати не можно паралекламирует знаете почему мне хочется они вот здесь вот вот эта уникальная книга да вот она и она как раз вот здесь на фотографии видите вот 30 осталось все вообще вася кто не успеет за такой дом таких в них еще 500 штук вот и стоит недорого полторы тысячи знаете почему все санкции продают от 20 рублей до 2000 и 20 тысяч за штуку причем те что по 20 рублей я показывал не шучу видимо избавляется от этого от всякого дерьма поэтому уже 20 рублей и те что по 200 рублей и по 2000 и по 20 тысяч продают представлено как выбросили 20 рублей или 20 тысяч все ну все ну костер не тратите годы вот мой совет а для этого существуют эти книги вот вот они эти записки которые сейчас книга вот эти видите десяток осталось наверное сад можно вырастить если внимательно к его прочитать так прислали как отчет Сергея Железова с глубоким уважением Евсиков Сергей Иванович Елена Николаевна с домочадцами ага ничего себе вот эти люди явно не брали секата руки и не делали эти бесконечные отрезали вот подходит дерево тут вот так вот полсотни или что веток торчит так вот так торчит обычно расстраиваются вот вот это цитральное отрезки а вот эти вот отрезки я сушил господи ничего сошли у человек помешала вот эта форма плоды есть есть они не лекарь дерево это Сергей Железов санжутся вот персики абрикосы абрикосы амур прибитые полноценные вот это я пропускаю без комментариев я хотел как-то прокомментировать но потому что я когда-то подружился с этим человеком поэтому я просто нехороший и плохого говорить не буду прошли годы я не знаю о чем говорить так кто-то выросил но я абрикосы ну как кто наверное вот этот товарищ вот это наверное амфора амфора но это не он нет не он амфора я же письмо это ладно идем дальше груша воронежская красного хутора концаевского края саджи саджи железов вот видите это один из садов красно-хуторский куда переехали мои саджи ну какая может быть халтура если через раз-два-три через десять домов на в одиннадцатом растет из этой красоти ну какая халтура вот крупный план на дальнем плане хозяйка этого этого богатства вот у меня проблема была у меня проблема была куда все это девать так ну еще наверное пару минут и закончим фильм за номером семь Наталья Кустова персик хасанский из косточки из косточки вот где попадается слово косточка мне сразу шерсть дыбов в Рязанской области теперь же в Рязанской у меня тоже вырос такой персик из косточки этого и как же правда у меня 2017 года посадка корнисоль заметьте получается за эти годы я не думал умирать вкус от листьев очень ароматный сочный лучший южный вокруг кошки мякоти как раз на зиму не укрывает с каких пор наверх как раз стал опять так Дмитрий Киселев Дмитрий Киселев Наталья Кустова кому верить или это наверное на сайте у Натальи Кустовой вот это вот сообщение от Дмитрия Киселев я так правильно понял ну теперь любуемся так ну далеко ходить не будем в Сайдоборске тоже разошлись мои да на существенники перед вами один из волшебников заслуженный художник Аркасии Леонид Дмитриевич Черновая вот я его называю суперсадовод вот не зря вот я заметил есть люди у которых в руках просто все расцветает и все живет и ничего не понимает вот один из таких у них есть в руках очень мелкие плоды вот именно в этом году это 2000 сейчас скажу это 2020 год примерно у него в руках гигант Подмосковья они в этом году гораздо меньше обычных вот вы представляете какие на самом деле мы вешали с моего сада 500 грамм а с его сада куда бы перенесен был серенок 540 грамм загадайтесь почувствуйте разницу как говорится вот что случается виноградов ну еще виноградов посмотрим он мне не раз отчитывался вот смотрите все что на фотографии это от меня вот это вот это это скорее всего в виде червяков скорее всего красотища вот это вот это можно законовидно выдавать а гординяю виноградов почему не становитесь холдовщик как бы чем неколновидны а в реку знаете сколько можно сорвать денег вот это вот это да 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 вот теперь так на этом закончим впереди представляете какая работа абрикос Московской области абрикос Владимирской области абрикос Новгородска Костромской Сызраль Дальний Восток Пермский край Лизань Челябинск Челябинск опять Москва вы чувствуете куда мы приехали нет вы понимаете что творится миф о том что нельзя вы молодец Валерий Костич уже уже нельзя скрывать уже нельзя грязи поливать потому что сотни тысяч фильмов фотографий статей сотни уже не скроешь то что случилось единственное отворачиваться брезгнева наука потому что она в этом не участвовала хотя почему нет я с большим этим уважением отношусь к Туршун-Пулоту Доскомилову из Абакана и Шушунского района к Байковой Галине Николаевне Курьёва приезжал он напустил Тимирязевки а то все считают что я Тимирязевку это самое то только плохое не говорю что заработали то и говорю она и Курьёва родила вот такие дела и получается что Сибирь живет процветает и вот теперь придумали новое а обратно нельзя что попадет на юг они такие сильные они такие мощные они такие выносливые кстати как будто бы в Рязани в Сызрани на Угороде в Москве не бывает морозов что-то в Африке почему нельзя вернуть и вот я вернул все ну теперь обратите внимание господа ученые заводите свои из этих уже из вернувшихся из Сибири из Сушинского района ведь это же ваш долг понимаете ну а дальше что дальше опять пойдет наша песня хороша вот и таких еще будет фотографий сотни ну что друзья давайте я на этом остановлюсь посчитать очередной фильм готов и опять он как он будет называться давайте на секунду зайдем ко мне знаете куда зайдем ко мне на мой канал а вы знаете сколько тут подписчиков сказать только смеяться будете смеяться будете нет 12 тысяч подписчиков вот а там миллионы подписчиков и там как убивать деревья вот и вот мы сюда вот сюда мы это здесь написано сады моих учеников все чудеснее давайте раскроем чуть-чуть и посмотрим вот она серия серия номер 6 значит это будет опять называться сады моих учеников все чудеснее и чудеснее 7 7 а потом будет 8 9 10 и все остальное до какой-то момент я жду уже нет ученых вот они считают что все что они видят это им пшеницы если они попадают на мой сайт или на мой канал вот это не имеет отношения к чиновникам они никогда не пошевелят никогда вот к моему ужасу остается только народное движение под названием новое садоводство железа именно железа потому что все что я придумал к науке не имеет никакого отношения ну что друзья давайте так хотите чтобы я еще прожил немного давайте покупайте мои косточки черенки у меня от этого здоровье возвращается вот я не могу видеть нищету вокруг себя страшную нищету вот я оставляю себе только пенсию так что не осуждайте меня за эту рекламную паузу покупайте черенки косточки все это достанется детям которые не знают слова папа и никогда в жизни не говорили папа вот так что а я не прошу подаяния я прошу купить уникальные свеченки косточки и тогда вы окажетесь вот в таких садах ходите быстро это все от меня пошло от железа а я железо брал подойди часть из них контрабанды настоящие контрабанды я уголовный преступник я проразил через украинскую границу поверите это все мое разошлось по всей стране вот а вы знаете сколько человек придется наберите степень украинскую только опять нашел это было мой саженец он здесь слева вот он причем я тут ни при чем вот человек взял и это его фотография на холмы посадил мой саженец этот института и буду говорить какого уже и так возе забиваю крышки гроба институтские в этот института называется сорт товарищи тоже абрикос на следующий год он был мертв смотрите внимание два надо будет на вебинаре показать я обещал хорошо что я сейчас нашел теперь он один ничего это не рисунок смотрите еще а этот здесь а этот мертв вот он еще сухой стоит вот разница огромная в данном случае дикая страшная ошибка у меня у привитого саженца штамба нет и быть не может штамб на привитом дереве это смертельная ловушка для дерева и для садоводов а он купил его вот с этим штамбом так без учебы не обошлось но это важнейшая важнейшая учеба друзья важнейшая учеба важнейшая учеба вот я уже боюсь смотрите что значит это бесконечно это бесконечно причем не все не все это в саду бодна работаете еще раз говорю это только мое только мое только мое только мое только мое только мое Я уже не раз обращался и к Лукашенко, и к Путину, и к этому каналу, это наука. Кому только не обращался. Вот. А помните, давайте заниматься, давайте жить дружно, а? Это к вам обращается, как кота этого назвали. Давайте жить дружно. Либо надо издать миллионным тиражом. Всё, я не могу, дальше не буду, тут ещё полно. Всё. Заканчиваем. Нужно миллионный тираж книги, и тогда двинется дело. Вот.